Чувашия Что делается для того, чтобы юные жители республики получили хороший жизненный старт в плане здоровья и образования, расскажет сегодня глава региона Михаил Игнатьев. Своим мнением также поделятся врачи, педагоги, родители. Большое спасибо нашим медикам, акушерам. Спасибо им большое, благодарственное, письмо им должны дать. Дай Бог вам всем крепкого здоровья, мужества, терпения. Спасибо огромное. Для всех нас рождение ребенка – знаменательное событие в жизни, а для врачей президентского перинатального центра – это будни. Ежедневно здесь появляются на свет не менее 10 новорожденных. Главное, в республике фабрика младенцев работает круглосуточно. Только за прошедший год почти 13 тысяч пациентов получили здесь полноценную медицинскую помощь. Родились 3,5 тысячи малышей. Охране здоровья матери и ребенка в Чувашии уделяется самое пристальное внимание. Миллионные средства по программе модернизации дали возможность полностью оснастить перинатальный центр современным оборудованием. Женщины республики решаются и на вторые, и на третьи роды, и возраст для них не помеха. В генетической лаборатории специалисты могут по хромосомному набору определить возможный риск патологии еще до зачатия младенца, а во время беременности выявить пороки развития, несовместимые с жизнью, наследственные заболевания. Ежегодно, благодаря тщательной диагностике и ультразвуковому скринингу, удается предотвратить рождение 50-60 детей с тяжелыми пороками. Врачи перинатального центра научились побеждать природу, объявив решительное «нет» естественному отбору. И если малыш поторопился появиться на свет, его выхаживают. Вот в таких инкубаторах, где среда полностью соответствует маминому телу, они продолжают расти и развиваться. Самый маленький пациент у нас 520 грамм, который выжил, приходили своими ногами, то есть своими глазами, видят, все. Мама счастлива, я сам. Мама счастлива. Безумно. Ради чего, ради чего жизнь? По сравнению с другими регионами, где вот не получается справлять, то, что мы работаем в программе гораздо раньше, вот начали опыт работы очень большой, поэтому показатели у нас относительно других хорошие. Показатель младенческой смирности в Чувашии – один из самых низких в стране. По опыту выхаживания малышей с экстремально низкой массой тела мы входим в тройку лучших регионов. А это мировой стандарт. В 2014 году в республике родилось на 1050 детей больше, чем в 10-м. Если мы сейчас пойдем в микрорайоны города Чебоксары, в сельской местности, очень много молодых мам, бабушек, дедушек, которые с колясками воспитывают своих любимых детей. Вот, видя все это дело, я радуюсь, я горжусь нашими жителями, молодыми мамами и папами. У нас есть семьи, которые сегодня рожают третьих, четвертых, пятых детей. Вообще количество многодетных семей за последние три года буквально у нас увеличилось на 26%. Это тоже хороший такой замечательный результат. Совсем скоро Марина Тихонова в третий раз станет мамой. Семья ждет девочку, а пока она вместе с сыном и дочкой с удовольствием посещает детский сад. Здесь можно вместе позаниматься в лекотеке, получить хорошую эмоциональную разрядку в сенсорной комнате. Современные образовательные технологии сейчас внедряются практически во всех садах. И совместное пребывание в дошкольном учреждении – одна из форм воспитания. Когда мой ребенок пошел в детский сад, мы ходили в этом же районе, но в другой детский сад. Не было никаких развивающихся занятий с детьми, и был просто присмотр-уход. Сейчас же, когда Маруся у меня ходит в садик, у нас очень много дополнительных занятий, и платных, и бесплатных. Поэтому нет такой необходимости водить ребенка после садика в какие-то развивающиеся клубы. Родительская плата за посещение детсада для многодетных семей не создает проблему. В целях социальной поддержки отдельных категорий выплачивается компенсация – 20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего. В 15 муниципальных образованиях вдвое меньше платят родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Родительская плата, она предназначена для организации питания. Все хотят, чтобы дети были накормлены качественным здоровым питанием. В среднем, я могу сказать, 1100-1150 рублей. С одной стороны, это расходы семейного бюджета, но с другой стороны, если мы плохо будем кормить вот этих детей, у них энергия будет не та. Соответственно, они какие веселые, какие задорные двигаются. Это очень важно. И во многом, если взять целый день, находятся на свежем воздухе. Мы не увеличивали родительскую плату и будем смотреть, чтобы необоснованного роста стоимости запитания детей в наших детских садах не произошло. В этом детском саду, как и во многих других в республике, создана безбарьерная среда, позволяющая детям с ограниченными возможностями здоровья получить современное дошкольное образование. В детсадовском бассейне слабые вместе со здоровыми закаливаются и учатся плаваться. Равные возможности – это хорошая реабилитация в психологическом и социальном плане. Дети приходят заниматься вместе с мамами, а можно посещать сад и виртуально. Например, освоить очередное занятие с логопедом по скайпу. Нравится вам, как на сегодняшний день эта система вообще работает и удовлетворены ли вы оказанием услуг, прежде всего, сыну своему и вам? Да, очень нравится. Удобно. Улучшения есть у ребенка? Вы ощущаете, чувствуете сами? Да, чувствую, да. Спасибо. Скоро будет здоровым. Так что будьте уверены в этом. Все сделаем для того, чтобы, как его друзья у Артема имеется в виду, абсолютно так же будут разговаривать и все восстановится. Так что в этом мы должны быть уверены. Тогда у нас все получится. Спасибо, успеху вам. Чебоксарский детский сад «Созвездие» открылся совсем недавно, а в 2014 году он уже вошел в сотню лучших дошкольных учреждений России. Высокая оценка дана не только комфортным условиям и грамотной организацией воспитания. Здесь большое значение придают так называемому инклюзивному образованию, обучению детей с особыми потребностями. Вы уже несколько месяцев посещаете. Учение вообще у ребенка. Вы чувствуете? Да, чувствую. За последние годы в республике построили и реконструировали 40 детских садов. Это дало новый импульс развитию системы дошкольного образования в целом. В отрасль пришли опытные специалисты. Все больше становится воспитателей с высшим образованием. Половина педагогов со стажем работы от 20 лет и больше. Но почти 12% сотрудниц садов – молодые, начинающие. Соединение проверенных традиций воспитания и современных образовательных технологий дает хороший эффект. Абсолютно все детские сады республики работают по современным стандартам образования. Но у каждого свои особенности в плане выбора инноваций. 201-й Чебоксарский детсад «Островок детства» тоже вошел в 100 лучших в России. Здесь также на поток поставлены здоровьесберегающие технологии. Фитотерапия и кислородные коктейли, соляная комната, детская йога и оздоровительный бег. В детсадовском бассейне учатся плавать не только нынешние питомцы, но и будущие. С окрестных домов они приходят сюда вместе с мамой с грудного возраста. Проект так и называется «Плыви, кроха». У нас все идет в комплексе, потому что только в комплексе единое развитие личности, сохранение укрепления, потому что здоровье – это многофункциональный аспект, мы все это прекрасно знаем. Детям это очень нравится, дети не устают. Особое значение воспитания детей придается при общении к национальной культуре. 12 тысяч воспитанников охотно учатся говорить на русском и на чувашском языках, а еще на татарском и мордовском. Уголки чувашской культуры и даже маленькие музеи созданы уже во многих садах республики. Дошкалята из Цивильского детского сада гордятся своим гимном. Вообще на селе проблемы с очередями в детсады уже нет. Выпускники поступают в школы, на их места приходят малыши, а деревенские жители охотно отдают своих детей на воспитание почти что с пеленок. В Урмарах, например, принимают в сад с полутора лет. В организованном коллективе крошки очень быстро забывают о пустышках и бутылочках и учатся петь раньше, чем говорить. Конечно, такие малыши требуют более тщательного ухода. Для них матрасы с особым покрытием и постельное белье – удобное и практичное для частой стирки. Стоит отметить, что современное дошкольное воспитание помогает даже в выборе профессии. Педагоги растят будущих исследователей, ландшафтных дизайнеров, автомобилистов, соблюдающих правила движения. Для сельских детей современное дошкольное учреждение становится своеобразным социальным лифтом. Мы на новое строительство современных детских садов, на реконструкцию, на капитальный ремонт выделили за последние 4 года 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Это огромные серьезные средства. С одной единственной целью, чтобы разрешить проблему очередей детские сады, параллельно мы создали рабочие места для наших педагогических работников, для технических работников. Это практически почти 2000 рабочих мест. Плюс родители смогли пойти на работу или вернуться на те рабочие места, когда, согласно трудовому законодательству, они могли воспитывать своих детей во время декретного опуска. И эти возможности в дальнейшем у родителей появляются. В этом году мы минимум будем вводить 5 детских садов, а так вообще рассчитываем 7, 1 детский сад, наверное, переходящий останется. Поэтому мы, какие обязательства брали на себя, мы их выполняем. На благо наших любимых детей, на благо наших любимых родителей. 40 новых детских садов, 20 тысяч дополнительных мест для детей. И это только за последние 5 лет. Очередь дошколят постепенно сократилась. Проблема, долгое время тревожившая многих родителей, благополучно решена. И уже горожане, глядя на сельских жителей, мечтают отдавать своих детей с полутора лет. В микрорайоне Волжский-3 как раз и строится новый сад для воспитанников ясельного возраста. Как обеспеченность вообще материалами? Простоев нет никаких? Никаких нет. Никаких? Самое главное, ваша задача, как выполнить все эти работы, которые предусмотрены по вашим функциональным обязанностям. Так? Контролируете? Контролируем. Да, даем советы. Контролируем именно так, как нужно уже в современном детском саду, с учетом всех требований, и познадзора, и санопеднадзора, и, конечно же, с учетом практики работы в других детских садах. Вы, как общественный контроль на сегодняшний день, то, что делаете, осуществляете, это очень важно, потому что вы потом придется работать. Если строители по каким-то причинам не так сделают, потом приходится устранять вам. Вот, чтобы этого не было, вы отслеживаете, выдаваете соответствующие сигналы в администрации города. Все на единственную целью, чтобы здесь, после ввода в эксплуатацию, никаких проблем не было в течение, там, 10 лет, так скажу. С учетом проекта этого здания, вы уже как-то определили, какие образовательные технологии внедрять в вашем будущем садике? Какие оздоровительные? Да, мы сейчас как раз продумываем, так как этот детский сад будет для детей раннего возраста, а все закладывается именно вот с нуля. Поэтому сейчас мы продумываем, какие развивающие пособия заранее купим, оздоровительные технологии, то есть прям с первого дня, как ребенок придет в детский сад, получал и интеллектуальное развитие, и, конечно же, постоянно укреплял свое здоровье. Конкурс на работу в детских садах довольно высокий, и это понятно. Рост заработной платы, вложение больших средств в дошкольное образование повышают престиж профессии воспитателя. И когда открывается очередной детский сад, штат сотрудников, как правило, уже укомплектован. Посмотрел работу строителей, как они выполняют качественно свои строительные работы, как прокладываются коммуникации, как проводятся штукатурные работы. Могу сказать, новые детские сады по проектным документации, они соответствуют новым стандартам. Каким стандартам? Это энергосберегающие технологии, это экологически чистые материалы. И то, что я посмотрел, убедился в этом, потому что кирпич, который здесь использовался, производится на территории Чуварской республики. Это новый кирпичный завод в Красномейском районе, облицовочный кирпич с кирпичного завода города Новочебоксарска. Раньше мы такие кирпичи вообще не производили, завозили за пределами Чуварской республики. Здесь я хочу отметить, экономика Чувашии на сегодняшний день является приоритетом, прежде всего. То есть все финансовые средства, которые выделены с бюджета, пошли нашим производителям. А раньше мы бюджетные деньги направляли за пределами Чувашии. Это нам позволяет дополнительно пополнять доходную часть так города Чебоксара, так и республики. И используя эти материалы, все требования с точки зрения безопасности, пожарной безопасности, соблюдаются. И наша задача – соблюдать все требования Санкт-Петербурга. Выверенная социальная политика со временем обязательно дает положительный эффект. Все пять лет власти Чувашии шаг за шагом решали проблему очередей в детские сады, параллельно предоставляя разные формы государственной поддержки молодым, желающим иметь большую дружную семью. Сегодня у нас рождается на тысячу детей больше, чем в 2010 году. Здоровые дети – здоровое будущее Чувашии и всей России. Субтитры создавал DimaTorzok